Евросоюз на этой неделе угрожает называть и пристыдить более десятка китайских компаний, которые, как утверждается, поставляют критически важные технологии для российской военной машины. Но не только благодаря Китаю этот маховик продолжает вращение, говорят эксперты. По мнению директора международной программы Киевской школы экономики Элины Рыбаковой, западный частный сектор также должен быть привлечен к ответственности. Какой должна быть эта ответственность и за что конкретно, спросим у самой Элины Рыбаковой. К нам присоединяется директор международной программы Киевской школы экономики. Здравствуйте, Элина, рада вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо, что вы меня пригласили. Всегда вам рада. Элина, какие компании на сегодняшний день являются крупнейшими поставщиками российского ВПК? Первую очередь это американские компании, которые ответственны за микротехнологии. То есть схемы или матрицы, то есть это Intel, Texas Instruments, Analog Devices. То есть все эти технически продвинутые компании. Как мы знаем, в современной технологии, в военной технологии, в дронах, очень важны комплектующие, которые похожи на обычную электронику. Элина, вот получается, что санкции, они работают, но недостаточно. Здесь возникает вопрос, а что же делать? Вы очень правильно задаете вопрос, санкции работают, но недостаточно. Потому что очень часто я слышу вопрос, о, санкции вообще не работают, давайте ничего не делать. Ой, санкции работают замечательно, значит, уже все в порядке, давайте себя похвалим. Нет, эти санкции очень новые, и вернее, это, скажем так, это экспортный контроль. То, что мы называем санкциями, это немножечко более обычно узко определено как финансовые санкции, но сейчас мы уже все стали называть санкциями. Но, так скажем, этот экспортный контроль введен очень недавно. Мы еще не умеем правильно этим инструментом пользоваться. Для того, чтобы инструмент был эффективным, нужно продолжать его улучшать, изменять, смотреть, где у нас дыры, где Россия продолжает допуск этих компонентов, и что мы должны делать. То есть, в первую очередь, я считаю, что компании должны быть ответственны за то, куда идут их продукты. Они, в принципе, ответственны, но недостаточно. Если, например, я, как Intel, продал свой продукт какой-то компании в Турции, и все замечательно, эта компания в Турции мне сказала, я не буду послать их дальше в Россию. Но если потом выясняется, что эта компания все-таки послала это дальше в Россию, компания в Америке должна быть ответственна за это решение. То есть, так же, как банки, которые сейчас знают своего клиента, знают клиента своего клиента, мы хотим, чтобы компании тоже сделали такой же подход, чтобы они знали не только компанию в Турцию, но и дальше, что происходит с их компонентами. А насколько сложно это сделать в современном мире? Я так понимаю, речь идет о маркировке продукции и ее отслеживании. Насколько это реально? Вы знаете, посмотрите расследование Киевской школы экономики, ваше расследование, то, что делает, например, Руси недавно опубликовала. То есть, если обычные институты, как мы можем находить данные, то наверняка компании с мультимиллионным, миллиардным бюджетом вполне возможно в их комплайнс-департменте хотя бы начать собирать эти данные. С тех пор, как мы выпустили первый отчет этим летом из Киевской школы экономики, нас нашли почти каждый банк, каждый глобальный банк, то почти все топ-10 глобальных банков, европейские, американские, японские, английские, они все пришли к нам и спросили, вы не могли бы поделиться данными, давайте работать вместе. Вы удивитесь, но к нам не пришла ни одна компания, чтобы узнать чуть-чуть больше о том, где находятся их компоненты. Тут, очевидно, нужно еще поговорить и о частном секторе западном. Как вы считаете, какой должна быть ответственность этого частного сектора? Я думаю, в первую очередь действительно должна быть ответственность частного сектора. Правительство, например, в Америке, где-то 400 человек ответственны за экспортный контроль по всем странам. Это Северная Корея, Куба, это Россия, Беларусь и многие другие. Всего лишь 400 человек. Поэтому нужно также ответственность и подготовка с частных компаний. Частные компании, например, если у вас находятся какие-то компоненты в российском производстве, то есть они доходят до российского военного производства, и мы это можем доказать, соответственно, должны быть очень сильные пеналсисты. Они должны заплатить огромные деньги. Мы не должны говорить о миллионах, мы, возможно, должны говорить о миллиардах. Потому что иначе компания зарабатывает так много денег на том, чтобы поставлять, куда они хотят эти компоненты. Им совершенно не хочется тратить деньги на комплайенс. Мы должны поменять их подход к рискам. То есть если я заплачу мультимиллиардный файн за то, что я продолжаю поставлять в Россию, против того, что я потрачу немножечко на комплайенс. И компания должна для себя это решить. Пока это еще не так. Мы знаем пример, например, Microsoft, который заплатили, мне кажется, всего лишь несколько миллионов за то, что у них, кстати, они поставляли еще до 2022 года что-то в российские компании, в российские военные компании. Департмент of Commerce это нашел, они договорились. Они заплатили файн, который был где-то несколько миллионов. Для Microsoft это вообще ничего. Это даже меньше тех денег, которые они заработали на том, что они поставляли это в российский военный комплекс. Ну, интересно, что мешает штрафовать по-настоящему, да и вообще увеличить количество штрафов. Вот какие новости приходят из Британии, например. Там фиксируют увеличение случаев уклонения от санкций против Российской Федерации. Об этом пишет Bloomberg. Но при этом же издание отмечает, что регулятор до сих пор не смог назначить ни одного финансового штрафа за эти нарушения. Именно как вообще реагируют на доказательства широкомасштабных нарушений европейские правоохранительные органы? Мешает, я честно скажу, время. То есть мы приняли огромное количество новых мер, но при этом не совсем понимая то, что у нас нет институционной и частного сектора инфраструктуры для того, чтобы их внедрять. Например, если бы, вот когда первый раз мы внедряли налог на ВИТ, например, то есть любой налог в нашей стране, да, то есть в Украине мы внедряем этот налог. И если мы к этому не подготовлены, нет правильных форм, нет правильных институтов, которые будут это отслеживать, нет юридического наказания за то, что мы что-то неправильно отдаем нашей декларации, то, конечно, ничего работать не будет. К сожалению, с экспортным контролем произошло что-то похожее. Мы объявили все эти меры, многие политики похвалили себя, сделали большие заявления, но инфраструктура пока не существует. Как реагируют наши институты в Европейском Союзе и в Америке? Они, конечно же, очень волнуются. Мы знаем, что Европейский Союз сделал специальную позицию, это как бы посланник по санкциям, это Салливан, у него есть небольшая команда, вместе с британскими коллегами, с английскими коллегами, американскими коллегами, они уже летали в Турцию, в ЮАИ, даже в Китае, в Индию они имели как бы приговоры. Они приезжают вместе и разговаривают с этими странами и говорят, что вы не должны посылать дальше в Россию эти продукты. Что нам мешает? Нам нужны юридические изменения, для того, чтобы вот эти наказания были более, как бы, менее мягкими, так скажем, с одной стороны, а с другой стороны, финансирование государственным институтам, чтобы их укреплять, чтобы у них были больше людей и больше технологической помощи. Спасибо вам большое за такой детальный анализ. Елена Рыбакова, директор международной программы Киевской школы экономики, была с нами на прямом включении телеканала Freedom. Еще раз благодарим. Спасибо. Спасибо вам.